Добрый вечер. За эту неделю мы потеряем на дорогах страны порядка 700 человек убитыми. Многие из них перед смертью абсолютно все сделают правильно. Они ничего не нарушат, они будут абсолютно трезвыми, они будут внимательными, они будут достаточно аккуратно и отчасти сдержанно ехать, и они все равно погибнут. Про их смерть можно будет написать что-нибудь типа самоубийства по неосторожности. А главным фактором гибели указать всего-навсего наступившую зиму, то есть изменившиеся погодные условия. Можно будет, конечно, добавить мягкость характера, снег на дороге или лед. Можно будет добавить недавнего министра образования Фурсенко. Причем к смерти эти люди будут готовиться загадя, предварительно прочитав очень много интересного о плохой погоде, о хороших машинах, о современных технологиях. Они обязательно не пройдут мимо маркетинговых достижений, они попутно посмотрят рейтинги, они почитают экспертные заключения, они обязательно сверятся с точки зрения профессионалов, они заручатся соседским одобрением. И перед кончиной они потратят очень много денег, как это не парадоксально, именно в заботе о безопасности. Они потратят много денег на свою максимальную уверенность, они выкинут очень много денег на гарантированное спасение. После чего погибнут. Состоятельные, хорошие, совершенно не злые люди. При этом попутно они убьют кого-нибудь из случайных, к смерти готовившихся не так старательно, либо не готовых вовсе. У Рэя Брэдбери писателя теперь почему-то мало кому известного, вот моему поколению известного, а ныне живущим практически никому. Вот у него спросили, почему не сбылись его предсказания, почему люди до сих пор не живут на Марсе. Ну вот если совсем коротко, то Брэдбери ответил, потому что люди идиоты. Он эту мысль развернул, как всякий писатель, он ее облег в более разжеванную форму, он сказал, что люди понаделали кучу глупостей. Они, например, сделали какие-то там безумные костюмы для собак. Они высосли из пальца должность рекламного менеджера. Они породили такое совершенно никчемное чудовище, как айфон. Вместо того, чтобы развивать науку, вместо того, чтобы пытаться действительно освоить планеты вокруг. И Рэй Брэдбери говорит, что если бы вот не все это, то, конечно, мир был бы другим. Человечеству дали возможность бороздить космос, а вместо этого человечество сделало свой выбор в сторону потребления. Хочется пить пиво и смотреть сериалы. Вот это то же самое, о чем Стругацкие писали в «Трудно быть богом». Если помните, там был разговор, а почему вы не дадите все это людям? Ведь вы же находитесь на более высокой ступени развития. Вот эти все технологии дайте. А какой смысл? Если люди не прошли этого эволюционного пути, то в итоге они все равно скатятся к пиву. Ну, тогда еще не было сериалов, поэтому у Стругацких эта ситуация, вот непринятие чужого ума и накопление собственных ошибок, порой без анализа, она обращена в более простую форму, соответствующую той эпохе развития нашей страны. Министр образования, ну, к счастью, уже бывший, Андрей Александрович Фурсенко, в принципе, может торжествовать, потому что он свою работу выполнил блестяще. Он поставил перед собой задачу вырастить квалифицированного потребителя, вместо человека-творца, над созданием которого наша страна билась со времен Петра I. Советская система образования, калькированная во многом с имперской системой образования, она как раз подразумевала, что не может быть прогресса страны, прогресса государства, прогресса промышленности без прогресса личности. И нужно развивать человека, для того, чтобы развивался мир, для того, чтобы развивалась страна. И один министр, министр образования, он поставил крест на всех усилиях предыдущих поколений, начиная с императора Петра I. И один из косных результатов, вот те самые 700 трупов каждую неделю. Не только в эту неделю, не только когда зима придет в нашу страну, а по всей стране каждую неделю 700 трупов с гарантией. И все, кто погибнет в эти дни на дорогах страны от наступления зимы, это как раз вот те самые квалифицированные потребители. Это люди, которые предпочли айфон вместо космоса. Они выбрали, или за них выбрали, тестирование вместо знаний. Они вместо собственного опыта взяли Google. И в их головах сформирована картинка такого общественного договора. Вот как выглядит безопасность на дороге зимой? Что такое безопасный автомобиль? Безопасный автомобиль — это машина на полном приводе, на зимней резине с АБС. И они купили это все. То есть они потратили очень много денег на то, чтобы все это собрать воедино. И искренне считают, что на этом их часть работы закончена. Они выполнили необходимые условия для безопасности. Они выполнили все условия задачи. А дальше все произойдет само собой именно так, как обещала реклама, как обещал рекламный менеджер, как обещал товарищ Фурсенко. Вот получится теперь уже безупречно, подконтрольно, безопасно. И в момент смерти эти люди даже не знают, в чем именно ошиблись. Ошибок этих много. Первая смертельная ошибка — это изобретение недавних, вот последних двух-трех лет. Это такое словосочетание. Зимняя резина — липучка. Не существует никакой липучки. Вообще, в принципе, никакой липучки не существует. И никакая зимняя резина никогда не прилипает к снегу. Она не прилипает к мерзаному асфальту и не образует в пятне контакта лето и хороший коэффициент сцепления. Нету такого. Даже обычная зимняя резина, она, в принципе, не дает тебе возможности выкрутиться в любой ситуации. Она просто увеличивает твои шансы. Шипованная хорошая зимняя резина на плохом покрытии увеличивает шансы. Но липучка — это вот такое же маркетинговое заклинание, как стопроцентный сок на банке с компотом. И ведь люди многие верят, и они сами себя в это уговаривают. Слово настолько магическое, что оно дорисовывает отсутствующие потребительские параметры. И люди, в том числе и обратить внимание в программах, в общении, говорят, да у меня липучка. И многие верят, что действительно прилипает. Они не понимают, что на любой зимней резине в зиму надо вкатываться очень аккуратно, очень осторожно. А им кажется, что я же летом на летней резине ехал, значит, я зимой поеду на зимней резине, и все будет хорошо. Я же свою функцию потребителя выполнил. Я купил липучку. И липучка теперь все сама сделает. Вторая смертельная ошибка — это полный привод. Полный привод тоже не панацея. Не существует никакой полноприводной схемы, превращающей автомобиль в гарантированный вездеход. С такой фундаментальной устойчивостью в любом повороте, на любой скорости, на любом покрытии. Нету такого. Это тоже подспорье. Это как молоток. Если не умеешь, то отскоком прошибешь себе лоб. Если умеешь, с одного удара не по пальцу, а по шляпке загонишь гвоздь. Если умеешь. И полный привод многим воспринимается как панацея. Я же купил полноприводную машину, она же устойчивая. Я же помню в рекламе говорили, достигнет цели, преодолеет все трудности. И в гугле были ролики на эту же самую тему. Вот он какой, самообман. Смертельная ошибка номер три – это АБС. АБС всегда увеличивает тормозной путь. В 100 случаях из 100. Летом это не так заметно, зимой это заметно. И поэтому, когда ты вкатываешься в зиму, казалось бы, полностью готовый, совершенно безопасный. У меня полноприводная машина. С АБС. На зимней резине липучки. И я еду со своими летними повадками, не желая приобретать никакого опыта. И не задумываясь над тем, что ситуация меняется, погода меняется, дорога меняется, коэффициент сцепления меняется. Я в гугле видел ролики, как все остальные на этой резине, на этой машине замечательно останавливались. Поэтому я буду ехать так же, как я катался осенью по сухому. И то, что АБС увеличивает на маленьких скоростях, на 3-5 метров тормозной путь, на больших скоростях. Да еще при плохом коэффициенте сцепления на 10-15, об этом люди узнают, уже раскидывая пешеходов, как кегли. Уже совершив преступление, уже убив кого-то и погибнув в том числе самостоятельно. И последнее, что они видят в своей жизни, это вот эту чудовищную картину, которой они абсолютно не готовы. Вот выращенные современные системы образования, ЕГЭ, МБМ, вот эти симпатичные, милые, образованные люди будут убиты на этой неделе только потому, что они привыкли, потому что они позволили, потому что они захотели жить без знаний, без опыта, без навыков, лишь оплачивая услугу и чужие достижения. Им не захотелось, им не показалось, нужно думать, анализировать, сомневаться. Они пошли по пути форсинга, они решили стать квалифицированными потребителями, а все остальное произойдет за них. Не произойдет. Голосование по нашей с вами психологической готовности к зиме. Зимняя резина, АБС, полный привод, прочие проявления прогресса спасут, сохранят, помогут. 5533-А. Нет, надо учиться всем этим пользоваться. Ни одна технология за нас с вами ничего не сделает. В зиму надо вкатываться, надо готовиться. И даже не важно, есть у вас полный привод, АБС, зимняя резина или нет. Зависит от водителя. 5533-Русская-Б. Итого, 5533-А для тех, кто считает, что все достижения человечества могут искупить некомпетентность пользователя, 5533-Б для тех, кто считает, что нет, ничего подобного. Все зависит от человека, а технологии это так, слабое подспорье. Голосование запущено, потихонечку будем продвигаться, смотреть, что у нас с вами по этому поводу, какая картина складывается. Нашлость, 6 баллов едет, Mail.ru 8 баллов, никуда не едет. Мы с вами будем разговаривать. 165-10-996. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Я хотел высказаться вот как раз по поводу зимней резины. Это правильно. Давайте. Высказывайтесь, Владимир. В последнее время работал в сервисе и всегда советовал клиентам, когда выпадет снег на новой резине, будь она шипована или нет, покататься и попробовать, как везет себя машина. Ну и вступил такой час, когда мой сын взял у меня машину, выпал снег на шипованных колесах. Я говорю, сынок, порули, потормози, аккуратненько почувствуй, ты никогда еще не ездил зимой на автомобиле. Ну, через час звонит, говорит, папа, значит, я стою на газоне, значит, перелетел бордюр. Я говорю, что случилось? Он говорит, я сделал, как ты сказал. Я говорю, как? Разогнался до 80 и педаль в пол. Ух ты. Какая вольная интерпретация папиных наставлений быть осторожным. Вот. Ну и вот по поводу липучки тоже непонятно, откуда взялось это понятие. Я бы сравнил это, наверное, со щеточкой. Маркетинг. Владимир, маркетинг. Мне не нравится. Маркетинг. На пустом месте просто взяли, придумали удачное слово. Это знаете, вот как подмена... А что из Японии, я вам скажу? То есть бушная резина из Японии сначала продавалась нешипованная, и продавцы говорили, что вот примерно как вот в ванной, да, вот эти мыльницы на присосках, что она прям вот такая же. Я помню, как начиналось. И первые придумали это японские продавцы бушной резины. Талантливые ребята. Наши продавцы бушной резины. Да, да, да. А поскольку в Японии шипы запрещены, то, соответственно, врать приходилось. Но у них же и регион, вот посмотрите за Байкалье. Там же снега-то нет. Там же можно и на летний круглый год кататься. Да, я помню, в Чите зимой минус 45, а вид как будто в Крыму летом, ни капли снега. Да, да. А выйти, извините, из машины летя, потому что минус 45. Ты примерзнешь сразу к земле, будешь памятником потом до весны. Да, да, да. Вот. И я бы не согласился с вами по поводу АБС. Просто увеличивает тормозной путь лед на асфальте. То есть надо по-хорошему остановиться, вынуть предохранитель, еще раз потормозить и сравнить длину пути. Просто если человек на этом месте тормозил на асфальте, потом он к этому же светофору подъезжает, там лед. Он тормозит, работает АБС, он говорит, СБС у меня тормозной путь больше. Это не СБС тормозной путь больше. Это на льду тормозной путь больше. Калькулятор считает человека. Я считаю, что вот здесь я бы поспорил. Но в любом случае надо тренироваться и не так, как мой сын. А скажите, Владимир, вот когда вы в сервисе кому-то рекомендовали, были люди, которые сказали потом, знаете, Владимир, а я воспользовался вашим советом. Ну, вы знаете, обычно, когда что-то плохо говорят, когда что-то хорошо, это гораздо реже. Это точно. Гораздо реже. За сколько метров со средней разрешенной скоростью, ну, с 60 км в час, нужно начинать оттормаживаться перед светофором, на котором никого нет? Мне кажется, скорость умноженная на два, если я вот правильно помню, летом. То есть со 120 метров? Да. А зимой? Ой, зимой, наверное, тут уже гораздо, гораздо больше. Вообще надо подкрадываться. Причем вот эта летняя манера, я подскочу поближе, а потом вдарю в тормоз, она не сравнена, но нельзя. Ну, вот мы же помним, я перебью вас, вот это всегда есть такой медленно спадающий, а есть, как это, парабола, да? То есть можно тормозить по крутой части параболы, то есть сначала медленно ехать и перед машиной резко тормозить. Я советую, чтобы выбирать дистанцию с такой точки зрения, что даже если у вас пропадут тормоза, вы уже, так сказать, накатом остановитесь. То есть заранее, 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 пусть даже совсем далеко оттормозить хорошо, а уже близко к машине выкатываться, прям вот еле-еле подтормаживаясь, чтобы у вас всегда был этот запас. Вот. Ну, надо сидеть рядом, подсказывать. Но это подразумевает, Владимир Косвинов, еще и незначительную скорость. Да, да, да. То есть вот доехать и резко оттормозить, это совершенно неправильно. Вы же помните такие истории, кто как вот подъезжает к светофору и кто как стартует там один-другой. И лучше всех был водитель рейсового автобуса, который бережет бензин, чтобы его потом продать. То есть он чуть-чуть разогнался и к светофору вкатывается так, чтобы выехать на зеленый свет. Но это мастерство беспробочного периода существования. Это мастерство, да, да, да. Помните, раньше говорили, что опытный водитель это тот, кто за весь день на тормоз ни разу не нажал? Да, да, да. Кто весь город проходит спокойно под зеленую волну, но у него, соответственно, и ритм движения не сумасшедший. У него нет рывка вперед, резкой остановки, у него нет вот этой динамики ускорения, динамики торможения. Он плавный, он аккуратный. И да, с этой точки зрения я раньше вот любил погонять, а теперь вот такое удовольствие доставляет, когда едешь на круиз-контроле и пытаешься регулировать потоки не ногами, а именно кнопочкой круиза. И смотришь на расход бензина, то есть вот это уже тоже моральное удовлетворение доставляет. То есть это получается где-то литров на два, на сотню меньше все-таки, если ехать на круизе, медленно и печально. Какое пижонство, Владимир, вот они использованные технологии, потому что ведь вот с чего вдруг сегодня такой разговор? Мне звонит человек и говорит, я разбил свою машину, скажите мне, на кого подавать в суд? На производителя резины, который мне обещал в рекламном буклете, что она остановится, либо на производителя автомобиля, который сказал, что все системы безопасности предотвратят любые ошибки? Я говорю, не на кого. Абсолютно. Нет, нет, наверное, в автомобиль. Вы же помните, когда пошло только АБС, у меня была милая дама, которая врезалась впереди стоящую машину летом. И сержант сказал, нет тормозного пути, значит, автомобиль неисправен. Нету черного следа. Я говорю, милая женщина, у вас АБС. А сержант сказал, что должен быть черный след. Они до сих пор говорят, вот в новостях обязательно женским голосом говорят, тормозного пути нет. Нет, это то же самое, как они всегда, эти женщины за кадром говорят, что у преступника обнаружено незарегистрированное пневматическое оружие. И все должны сразу в ужасе сказать, а какой плохой, у него рогатка без сертификата. И здесь то же самое. Тормозного пути нет, значит, он, негодяй, не тормозил. АБС, не бывает тормозного пути. Нету следов, все. Печаль. Ой, Владимир, спасибо вам, как приятно. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу сказать по поводу зимы. Действительно, самое главное, это навыки водителя. Технологии, они носят вспомогательный характер. Полный привод, с одной стороны, панацея, с другой стороны, если его понесет, машину не отловишь. Так же, как и АБС. АБС на дешевой японской машине и на хорошей. Работает совершенно по-разному. Многоканальная. Шестиканальная АБС или, например, двух-трехканальная АБС? Алло. Да-да-да, я тут, я вас слушаю. Вот, да, поэтому, прежде всего, должны быть навыки. И в любом мануале, в инструкции написано, что все эти системы, они не могут, они не противоречат законам физики, не опровергают их. Я вот прямо это читал. Поэтому надо, да, надо учиться, надо чувствовать машину. Это вот что касается зимы. А вот еще хотел поделиться впечатлением. Давайте. У нас же сейчас радостная новость для всех водителей. Расширение платной парковки. И увеличение ее стоимости. Это не для всех водителей, Сергей, это для москалей-клятых. Это другая категория людей. Водитель нейтральный, а москаль-клятый, он враг. Что интересно, что интересно. Вот вы совершенно справедливо привлекаете к этой проблеме внимание. Это правильно. Но надо же понять, что идет целый процесс. Да, есть Дептранс. Да, есть их идея. Но на Эхо Москвы постоянно печатается господин Блинкин, который очень удивляется, почему до сих пор платные парковки только в центре. Как было бы здорово, чтобы они были вообще по всему городу. Креативный блогер делает фоторепортаж с репликой. Хорошие новости. Наконец-то парковка стала. Наконец-то можно ездить на велосипеде. Также есть, например, депутат-оппозиционер, который очень продвигает идеи так называемого удобного города, city for you, где велосипед, самый главный транспорт, трамвай, но не автомобиль. И почему надо влиться, знать всех тех, кто нам, автолюбителям, объявил войну. Это не только Дептранс. Такая депутат-то кто? Ну, все это знают. Это можно в интернете легко найти. city for you. Сергей, да? Рекомендую всем автовладельцам внимательно эти идеи почитать. А потом увидеть, как их реализует Дептранс. Сергей спас хронометраж. Поколение людей, выращенных тамагочи, айфоном, соответственно, ЕГЭ и прочими MBA-ами, считают их уже 15% на мировозе. Они считают, что зимняя резина, АБС и полный привод спасут. И вообще сделают все за человека. Это разговоры о том, как много среди нас уже выросло тех людей, которые, в принципе, учиться, понимать, приобретать опыт не считают нужным. Но, по крайней мере, 85% говорят, что ничего подобного. Надо учиться всем этим пользоваться зимой. Не поможет вам сама по себе ни техника, ни технология. Продолжаем голосовать. Те, кто считает, что поколение тамагочи с айфонами может обойтись без знаний и зимой кататься, уповая только на технику и затраты на собственную безопасность. 55-33, русская буква А. Те, кто считают, что ничего подобного, надо учиться, приобретать опыт и в зиму вкатываться. И вообще, так более-менее осмотрительно к смене погоды относиться. 55-33, русская буква Б. Будем смотреть, как развиваются события. Наш лось тоже прискакал к 8 баллам, но полагает, что при этом ехать можно просто пробки большие. А Mail.ru держит рубеж 8 баллов и констатирует, что движения нет. 65, 10, 9, 9 и 6. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ну что такое, где вы? Понятно, никого нет. Александр... Это ваши операторы. Да, да. Наши операторы. Вы знаете, тут прямо так соло на клавиатуре. Как вас зовут? Александр, добрый вечер. Рад вас слышать, Александр. Я взаимно давно вас слушаю. Иногда не совсем согласен. В том числе и сегодня не совсем. Давайте. Не знаю, как современные липучки, но когда-то в 86-м году на Раменском ипподроме бывший гонщик НИИШПа Константин Жигудов выиграл гонку. А поскольку своего автомобиля у него не было, его премировали четырьмя колесами зимними НИИШПРАЛЛЕ. Да. И я стал, так сказать, по подарку счастливым обладателем этих колес. Так вот, я их поставил, зиму доездил шикарно. Так. Как бы, ну это лучшие резины. Я не знал. Александр, у вас... Но ступила весна. Но ступила весна. Но я поленился, шипов нет. Через три недели от резины не осталось ничего. Ага. Итого, Александр, какая у вас была машина? 21-01. 21-01. Я ездил на резине под названием НИИШПРАЛЛЕ. И ездил на более поздней модели НИИШПРАЛЛЕ-2. Да, была такая. Была такая. На фоне нашей достаточно скудной жизни. Это была великолепная резина. Вы были единственным на всю Москву, кто ездил на зимней резине. Потому что зимней резины в Советском Союзе не существовало. И это то же самое, как более вкусное мороженое 1986 года, более вкусные ситники, буратино. Вы, на самом деле, извините, Сергей, я вас прерву, на самом деле вы не совсем правы. Вот когда у меня вся эта резина, так сказать, к концу мая слетела, я лето, конечно, отъездил еще на шикарный тогда ИСУ-51, восстановленный на опытном шинном заводе НИИШПА. Да. До сих пор помню пресс-форма Марангони с обновлением боковин. То есть оставался один корт. Шикарно. Вот в следующую зиму мне друзья, так сказать, подкатили. Москвичевская зимняя снежинка, шипованная, в кустарных вариантах. Но она оказалась все-таки более долговечна, и вам, честно скажу, по глубокому снегу, более проходимая. Ну а касаемо общей темы, вами заданной сегодня, учить, учить и учить. Никто сейчас в современных школах не учит в зимней езде. Вообще. Вот у меня дети закончили как бы там 3-5 лет назад все эти курсы, да. Я спрашиваю, вас кто-нибудь учил зимой? Никто. Никогда. Понимаете? В принципе. Да, я понимаю, что меня тоже там, мне только давали советы. Но я как бы делал, что папа давал мне свою уже 11-ю машину, да, хотя она была там моложе этой копейки. И я ночью на И-151 ездил на наш Досаасовский полигон, и что я только не пытался с ней творить, чтобы понять, как она на что реагирует. Потому что действительно не учили никогда зимней езды, только давали советы. А вы почему-то, Александр, посчитали нужно мучиться, а современное поколение потребителей почему-то не считает нужным. В чем разница? Что произошло? Не знаю. Наверное, мера ответственности. Не только за себя, но и за окружающих. Или что-то еще? Или все-таки дефект в целом в образовании и в подходах к жизни? Дефект в образовании 100%. Потому что я молю Бога, что мои дети закончили нормальную школу. А то, что сейчас сварится с этим ЕГЭ, я вообще просто не очень понимаю. Потому что дурдом полный. Как можно по анкете, извините, что-то оценить о знаниях и глубине знаний заканчивающего школу человека? Зато это выравнивает людей в нижнем пределе их незнания. Нет, нет, нет. Ну, это пускай... Ну, конечно, он не будет об этом думать. Этот министр бывший и так далее. Да и нынешний Ливанов тоже замахнулся там, но он начал с академиков, а ЕГЭ-то он оставил. Ой, господи, лучше бы не замахивались, наверное. Как-то это прискорбно вперед смотреть. Очень, я бы даже сказал, пугающе. Ну, вот то же самое, только с другими словами. Ну, да, это называется страшно, аж жуть. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Говорите. Да-да, я очень рад, что дозвонился до вас. Много раз пытался, вот, наконец-то получилось. И самое важное, что получилось, это именно по моей тематике, потому что вы сейчас начали обсуждение про шины. Да, я с 98-го года занимаюсь автомобильными шинами. И в том числе, ну, хотелось бы, наверное, пару слов все-таки сказать и в защиту. Липучки, которые вы немножко... Говорите. Так скажем. Да-да, ну, то есть я, на самом деле, тестировал много различных автомобильных шин, просто по роду деятельности тоже. Вот, и происходило это и в России, и в Японии тоже я ездил, тестировал шины. То есть я могу сказать так, что, наверное, нельзя сказать, что нет идеальной шины как таковой. И шипы могут очень подвести серьезно. В том числе, как вы знаете, допустим, если вот в такой ситуации, как сейчас, сейчас достаточно сухая дорога, и люди, превышающие страстной режим, на шипованной шине даже будут себя чувствовать похуже, чем на нешипуемой. Это смотря на какой. Если это континенталь, например, Викинг Контакт, который специально разрабатывали под то, чтобы он на шипах, на асфальте имел самый оптимальный тормозной путь, эту резину затачивали именно под то, чтобы она в городе на сухом чистом асфальте останавливалась точно так же, как не шипованная. Вот если на этом континентале, то никаких проблем. А если на какой-нибудь, например, Экогаме, так улетишь в кусты и даже мяу сказать не успеешь. Ну, быть может, быть может. Но здесь тоже, здесь нет какой-то, скажем, панацеи, да, потому что, правильно вы заметили, ваш континенталь, да, хорошая очень шина, действительно, они там шипы на клей сажают и так далее, но люди иногда начинают верить, что эта шина дает какое-то преимущество и какие-то, естественно, возможности. Это ошибка, жуткая ошибка, роковая ошибка, не дает ничего, просто помогает, если есть кому. Поэтому я согласен вот с предыдущим также спикером о том, что действительно ничего сложного нет, как только выпал снег, я так же всегда делал, раньше мне даже интересно было, я на Жигулях в свое время выезжал там на открытую площадочку и пытался понять, что мне те шины, которые я поставил, что они мне позволят сделать, какой будет примерно тормозной путь, где меня начнет нести, на какой скорости, чтобы уже было какое-то понимание и восприятие того, как работает шина. Сергей, а когда вы прекратили этим заниматься? А я не прекращал, я зачастую иногда и вот уезжаю раз в год, езжу вместе с журналистами на полигоны различные. Вы остаетесь в теме, вы считаете необходимыми эту копилку знаний пополнять? Безусловно, но это мне по мере деятельности моей нужно, я и людям, в общем-то, предлагаю, продаю шины, поэтому мне нужно знать эти все тонкости и рассказывать им об этом. То есть вы ответственный продавец, вы не тот человек, который просто говорит, что липучка это волшебное явление, которое вас спасет? Нет, я прежде всего продаю, как сказать, я рекомендую шины непосредственно под потребности человека, в зависимости от того, как он эксплуатирует их, какие у него задачи перед ним стоят. То есть необходимо подобрать, это как инструмент любой, то есть его необходимо подобрать конкретно. Скажите, Сергей, а почему же происходит так, что вот вы, давнее поколение автомобилистов, человек с опытом, продолжаете по сию пору в этом вопросе копить знания, а приходит молодой пользователь, который становится по заклинанию Фурсенко всего лишь навсего потребителем, и он не считает нужным этого делать, готовиться к зиме, вкатываться в зиму, приобретать навык и опыт специфической езды зимой. Что произошло? Мне кажется, да, есть такая проблема, вы знаете, мне кажется, что произошла какая-то такая ситуация, что люди, большинство людей, я просто закончил автомеханический институт, и как бы интересовался всегда, помимо того, что я там учился, и мне интересно было о устройстве автомобиля, как что работает и так далее. А сейчас, мне кажется, почему-то людей просто садятся за орудие, как будто в компьютер играют, вот это самая большая проблема. Они не понимают полностью механизмов, которые происходят при движении автомобиля. Вот поэтому... Так, образом, что мне кажется, что они играют действительно в компьютер и думают, что у них 9 жизней. То есть, как сказал Рэй Брэдбери, потому что они хотят заниматься потреблением пива и сериалов, они не хотят заниматься всерьез постижением истины. Ну да, но я не хотел бы тут тоже осуждать, ну пиво выпить можно иногда, ничего плохого в этом нет, но помимо этого надо над собой работать и как бы развиваться. В том числе, кстати, вот мы почему-то говорили про MBA, да, вы затрагиваете. MBA, по-моему, это не есть что-то плохое, если это некое обучение такое, да, и обучение на международном уровне, это тоже важно. Вот, ну просто здесь, наверное, важно во все стороны развиваться, как только может человек, то есть улучшать свои навыки. Почему-то, Сергей, вот из MBA тоже получилась такая же профанация, как и из ЕГЭ. Количество одноклеточных блондинок с MBA в последнее время что-то подозрительно возросло в концентрации. И эти все курочки одноклеточные, они почему-то все с MBA. Как вам удалось, не затронув свой интеллект, получить этот диплом? А так и мы в интернете учились, говорят они, мы же платили деньги. За что? За диплом, который нам позволяет теперь быть более значимыми фигурами на более высокой зарплате. Ах, спасибо вам, специалисты с MBA. Ну да, но это такая, это уже данность нашего времени. К сожалению, мы не можем победить это, но хотя бы вот я, хорошо, что мы об этом говорим, и я надеюсь, кто-то услышит и задумает. Ну, вот это как раз вопрос, услышит ли раз, задумается или два. Потому что человек, который меня спросил, на кого подавать в суд, на резину, которая его подвела, или на машину, которая его подвела, был абсолютно серьезен. Он считал, что он-то здесь ни при чем. Ему обязаны были... Он оплатил... Много людей встречаются в таких данных. И все больше и больше. И вот у вас, Сергей, в диалоге с покупателями у вас часто возникает понимание? Вы в их глазах видите ответную реакцию? Они поняли вас? Или они просто кивают голову? Бывает, бывает. Вы знаете, бывают очень интересные люди. Просто иногда люди удаешься, как вообще так можно рассуждать и как так можно мыслить. Но, тем не менее, всячески я попытаюсь человеку объяснить даже иногда, как просто... Иногда на примерах, как 50-летнему ребенку распаковать, что произошло, почему это произошло, и как сделать, чтобы этого не происходило в дальнейшем. Понимают? Успевают понять? Я думаю, что процентов, наверное, 80-90, слава богу, понимают. Ну, а 10% им без разницы. Абсолютно ничем это не пропишут в голову. Кажется, мы нашли один из правильных ответов. Дело еще и в учителе. В данном случае вы выступаете в качестве того самого учителя, который это знание пытается посеять в голову людей. Иногда удается. Причем у вас высокий процент. Перерыв на новости. Новости. Без 15.7 в Москве в студии Александр Кашапов. Новости из биржевых, валютных и товарно-сырьевых площадок. Спонсор выпуска ООО «Первый доверительный управляющий». Индивидуальное доверительное управление на российском и международном финансовом рынке. Первый доверительный управляющий. Создаем состояние. 626-8348. Но торги в России завершились ростом, и в этом нет никакого сюрприза. А вот что удивило, так это темпы взлета рынка в последний час сессии. Весь день было по полпроцента, а под занавес. РТС прибавил почти полтора процента. 1462 пункта. И более процента ММВБ. 1510 пунктов. Нашлось 8 баллов пробки Mail.ru. 10 баллов движения нет. Для понедельника это достаточно нехарактерная картина. Но понятно, что сегодня похолодало, и многие люди оделись просто в теплую машину, а не в теплую одежду. Из города Котласа Архангельской области пришел вот какой печальный запрос. Обжаловал решение ГИБДД в Пушкинском городском суде Московской области. Повестку в суд прислали буквально за два дня. Времени уже не было, чтобы послать свои показания, в какой срок должны были присылать повестку. Сроки не оговорены. Есть такое понятие, как надлежащее уведомление, оно прописано в Гражданском кодексе. Это когда вам приносят под подпись, не в почтовый ящик кидают, а под подпись. Ваша подпись означает, что вы уведомлены надлежащим образом. И если вы выполнили эту часть процедуры и тем самым показали противной стороне, что вы извещены, время уже неважно какое, даже если в последнюю секунду, так или иначе, они считаются чисто юридически выполнившими свои обязательства перед вами. Но у вас есть такое оружие, как телеграмма. Вы можете отправить в суд телеграмму с ходатайством. В том числе о перенесении заседания на другой день в связи с такими-то обстоятельствами. В целом вы вступили на тропу войны с профессионалами. И замечательно, что вы продолжаете бороться, Валерий Николаевич. Но вот в этих процессуальных тонкостях, к сожалению, вы не найдете истину. Ну и заодно уже ищите ее при помощи адвоката, либо просто хорошего советника. Профессионалы, они тем и опасны, что эту тему, к сожалению, они знают немножко лучше, чем мы с вами. 65, 10, 9, 6. Магомед. Алло, Магомед. Алло, добрый вечер, Сергей. Здрасте, Магомед. Ну, вечерин раз занялся, чему рад. Ну, смотрите, мы вырастили целое поколение людей, которые сами не хотят думать. Мало того, что не хотят, они считают, что есть люди, там, неважно, производители машин, шин, таких же айфонов, там, хоть прокладок, которые за них должны думать. Да. Вот самое ужасное. Мы вырастили. Фурсенко оказался очень эффективным, наверное, самым эффективным министром. Он вырастил поколение квалифицированных потребителей, и их квалификация только в том, чтобы потреблять. И прав был Брэдбери – люди идиоты. Вот что печальное. Абсолютно прав, притом он не просто был прав, он предвидел, что люди не идиоты. Люди настолько тупые и ленивые, что если за них кто-то говорит, что вот я вот за тебя буду думать и делать что-то, люди в это верят. Да. Люди верят в то, что там какой-то дядя Вася, который сидит, блин, на заводе, я не знаю, там, Мишлен, Йокогама, там, Бриджтон, знает все про его стиль езды, все про его машину, ну, которая, там, может быть, там, сайленблок разболтанный, или может, там, вообще, там, подвески держаться на честном слове, ну, неважно, если даже новое будет новое, что он будет знать все на дороге. До них не доходит, что это нереально. И думать в первую очередь должны они, а не просто потреблять. Это вот то же самое, как, ну, мы опустились до уровня американцев, где на пачках с сериальным порошком пишут большими буквами. Не потреблять в пищу. Если, не дай бог, этой надписи не будет, там, кто угодно может засудить, потому что люди отучены думать своей головой. Ну, вот, Магомед, почему же так произошло, что в нашей стране, в которой была столь мощная система образования и среднего образования, и помните времена, когда не было разрыва, и человек, закончивший школу, мог без репетитора поступить в институт? А тем не менее, сегодня мы уже привыкли, мы позволили, мы захотели жить без знаний, без опыта и без навыков. А потому что у нас, грубо говоря, мы пошли по той тропе, где все решает связи, деньги и так далее. Вот яркий пример школы, которую я заканчивал, меня очень сильно отговаривал в свое время директор школы, что я получал золотую медаль, потому что на золотую медаль претендовала какая-то и родственница. Теперь директором этой школы является бывший у нас преподаватель пения. Какой хороший. И так везде. А где это? Вы школу свою где заканчивали? В каком городе? Я заканчивал в 93-м году в Дагестане. Ну, знаете, Дагестан, к сожалению, настолько несчастная территория, в которой столько перевернутых... Да, про это слишком много можно говорить, но факт отцов с фактом, что это проблема не только там конкретно несчастного Дагестана, а вообще всей нашей страны. Если у тебя есть деньги, связи, ты можешь быть кем угодно, там к чему угодно людей учить, и не важно, что ты сам в этом не бум-бум, если не сказать хуже. Хорошо, но люди-то согласились с этим, они же захотели, они же не возразили, им оказалось потребление слаще мучений приобретения навыков. А мы тут вот приходим к нашему любимой теме выборов. Пришел дядя Вася, мы его в лицо не знаем, откуда он такой пришел, никто и даже не знает. Сказал, я вам сделаю прекрасную жизнь, и все побежали за него голосовать. Здесь то же самое. Пришел там неважно кто. Уговорил. Я вам, да, я вас научу, я для вас вот столько сделаю. А люди, ну, а зачем им лишний раз свою занятость поднимать, там, в голову что-то принимать? Меня больше подождает то, что людей сейчас любимая пословица стала это высказание Шерлок Холмса. Зачем мне знать, что Земля круглая? Но при этом они забывают, что у человека, кроме этого, был совсем другой круг интересов. Что он всего остального многое знал. Да, широта диапазона иногда искупает подробности в некоторых знаниях. Но в целом человек был достаточно с высоким КПД, как мы знаем. Да, да. И химию он знал отлично, и физику, кстати, тоже. Да, некоторые вещи он мог себе позволить не знать. Ну, люди почему-то считают, что приравнивать себя к нему. Вот мы, например, знаем, как зарабатывать деньги, остальное мы можем не знать. Или там, как воровать деньги чаще всего у нас подразумевают подзарабатывать. Да, да. Ну, как сказал министр финансов, один из наших, тоже на неуволенных. Всех денег не заработать, остальное придется украсть. Ну, вот я, например, даже не представляю, как можно столько украсть. Можно? Ну, что вы. Как можно напиться так на один рубль? Можно, сказал дворник Тихон, если помните, и запел. А, Магомед, вы зимнюю резину уже купили себе? Как у вас? У меня, к сожалению, сейчас жду двигателя с коробкой на свою машину с Дальнего Востока. Правый руль или что-то интересное? Правый руль – Хонда DC. Ух ты. Да. Машина стоит сейчас пока на зимней резине, но учитывая, что она на этой резине простояла во дворе три года, я думаю, что я себе буду покупать шипованы. Очень понравился Хакапеллита или же Бридстоун. Моя старая любовь. Магомед, а какой смысл в вот этих реанимационных мероприятиях Одиссея, который трупом лежит уже три года, и за это время у него все резинно-технические изделия потихонечку дали усадку, усушку, утруску, утечку? Нет, там с подвеской все замечательно, я специально проверял, а смысл очень простой. Так называемый контрактный двигатель вместе с коробкой в сборе обходится в 30 тысяч. 30 тысяч рублей? Да, с доставкой в Москву, до моего сервиса, в Подмосковье, 40 тысяч. А если я три года назад, грубо говоря, покупал бы, когда машина встала здесь, в Москве, я посмотрел на цены и просто слегка ушел в осадок. Но три года пешком? Нет, я пользовался там служебными машинами, у меня кроме этого Одиссея есть еще Хонда ЦРВ. А, ну тогда хоть как-то, хоть не пешком. Ну да. А так машина, в свое время мы очень хвалили Шкоду, я не помню, как она называлась, там с движком 1.2. И сказали, что вещь там небывалая, для таких машин стоит Торсен. Так. Ну вот, какая-то мелкая Шкода. У меня была машинка такая, ну довольно редкая, в наших сиротах, Митсибиси ФТО. Да. Это двухлитровая атмосферная машинка с двумя стайными лошадьми. В зависимости от комплектации, там в переднем мосту мог быть или Торсен, или вискомуфта. Вот такая очень замечательная была машинка. И очень, к сожалению, что, к сожалению, в свое время мне ее украли. А на новую, к сожалению, в хорошем состоянии ее найти нереально. Собирать из нескольких частей, к сожалению, я не готов складывать 300-400 тысяч. Ну, Магомед, вы невероятный совершенно энтузиаст правого руля. Такая коллекция машин и такое стремление поддерживать их на плаву. Так вот, результат голосования. Тем не менее, 11% считают, что ничего не знать не должны. Что технология, техника за них сделают все. Хорошая зимняя резина, полный привод, АБС. Вот именно это и есть панацея. Не надо ничему учиться. Зима пришла, а мы тут сами справимся за счет техники. И 89% сказали, нет, надо учиться. Надо приобретать навыки, знания. Техника за тебя ничего не сделает. Никакая липучка не прилипнет. Никакая АБС не остановит машину на коротком пробеге, на короткой дистанции. И никакой полный привод не поможет. Но вот то, что у нас нет единодушия, с одной стороны, говорит, конечно, о разных точках зрения. А с другой стороны, пугает то, что 11% считают, что они не должны. Это не к ним. Вопрос их собственной безопасности, это их общественный договор согласно прайс-листу. Мы купили себе все, что нужно для безопасности. Мы ездим по дорогам безопасно в этой связи. И поэтому мы не должны приобретать навыки и знания. Это на самом деле очень печально. 11%. До завтра.